Здарова народ, с вами Коди и сегодня я бы хотел поговорить про Трова. Прошло примерно месяца два с момента моего первого видео про Трова и когда все начали туда переходить. Я туда не переходил, я сразу сказал, что это мутная схема и мутная RPG игра, в которой все очень странно, но мне было интересно за этим наблюдать. И сегодня я бы хотел выставить свое мнение на сегодняшний день. Сегодня июнь 2022 года, а точнее 18 июня, и прошло уже два месяца. И за два месяца платформа поимела многих. Давайте немножко отмотаем время назад. Началась какая-то непонятная движуха в мире, все прекрасно знают о чем я говорю. И ютуб с твичом потеряли монетизацию. Многие стримеры потеряли доход и начали люди искать какие-то схемы. Что же можно было бы сделать, куда можно было бы пойти. И вот все ребята крупные или среднего звена, они остались на тех же платформах и продолжают что-то делать. Куча рекламодателей конечно же ушло, но остались хоть какие-то. На твиче люди также и продолжают стримить, брать какие-то некие рекламные контрактики и переводить платных подписчиков на бусти. На ютубе также берут прероллы какие-то, также переводят подписчиков на бусти, да, то есть люди как-то, но выживают. На ютубе также многие просят смотреть их через VPN, чтобы хоть какие-то монетки, да, капали. В целом, в принципе, да, люди как-то продолжают зарабатывать на своей деятельности, но чуть меньше. А вот контингент уже ниже среднего стримера, вот эти люди и начинают искать какие-то лазейки. Потому что в целом у них не такая большая аудитория, у них не так мало подписок, нет рекламных контрактов. И в целом доход у людей просто упал в ноль. И вот они начинают что-то делать, что-то искать. Кстати, половина из этих людей бросила стриминг вообще, потому что у них маленькая аудитория, они ничего не зарабатывают, и они не видят будущего в этом, потому что они пришли в стриминг именно заработать денег. И вот остались люди, которые в целом делают это потому что им по кайфу, ну и конечно же они хотят этим зарабатывать. Но первой целью это именно их интерес и их увлечение стримингом, да. И вот такие люди в целом остались. И вот они начали искать лазейки, потому что на Твиче, на Ютубе там все плохо для них, они такие, блядь, нет монетизации, блядь, нет того, ебать. Начинают плакаться, не понимают что происходит вообще абсолютно. И тут появляется Трова, который в принципе уже как год или с чем-то существовал, и тут все такие, ебать, есть же Трова. А давайте пойдем туда. И Трова такой, ребята, все давайте ко мне, у меня есть реферальная программа, у меня есть Трова 500, там вам нужно постримить всего лишь там чуть-чуть, да, и вы уже можете лутать баблишко. Все сюда. И все начинают туда ломиться. Видят там один крупный стример, второй крупный стример, такие, ой, туда все переходят. Но эти крупные стримеры туда не перешли. Им просто Трова заплатил, чтобы они там стримили. Все, это просто рекламный контракт. У чуваков монетизация отрублена, им предлагают бабки. Они такие, а почему бы и нет? Вот и все. И они там стримят. И туда начинают валить стримеры. И чем больше туда приходит народу, тем хуже для них же самих. Потому что за эти два месяца на Трова пришел какой-то приток людей. И каждую неделю я вижу новости, приходят от Трова, что они подняли число просмотров, они убрали реферальные программы, они убрали это, они изменили вот это, вот это, вот это. И в итоге, все, что люди хотели получить от Трова, зачем они туда пришли, это все поменялось нахрен абсолютно в худшую сторону. А еще такой недавно был факт, мне присылают сообщение о том, что оправдали вот это. И там в сообщении написано о том, что некоторые стримеры зарубежные, да, там, они просят русскую аудиторию их не смотреть. Потому что они находятся в одной реферальной программе, а русские в другой. То есть на Трова есть несколько, там, реферальных программ, там, фиолетовая, зеленая, там, какая-то бирюзовая, золотая, ну, короче, разные цвета, да, разная реферальная программа. И она в разных странах, она разная. И у вас один заработок, у них другой заработок. И если его будут смотреть много русских людей, его автоматом переведут в зеленую программу, в русскую. И он заработает меньше денег. Поэтому он не хочет, чтобы его смотрели русские. И тут не в русофобии идет какая-то, да, тема, а именно вот в этом. И это происходит не только в России. Потому что в разных реферальных программах разное количество стримеров. Тем самым они по-разному зарабатывают. То есть, допустим, в реферальной программе, например, в Австралии, да, там, допустим, миллион, да, условно говоря. И там 10 стримеров. Эти миллион поделят на 10. А, например, где-нибудь, допустим, в другой стране, где-то в Штатах, да, там какая-нибудь Бордова эта программа, да, и там так же миллион, но там уже 10 стримеров есть. И оттуда вас смотрят больше, вас перекидывают туда, и там уже 11. Естественно, это все поделят между не 10, а уже большим числом людей. И чем больше в реферальной программе стримеров, тем меньше вы получите. Поэтому люди начинают вот это вот все искать, ну, типа, это настолько бредово. Плюс все эти фармят какую-то манну, вот эти вот фармят заклинания, блять, пускают какие-то, блять, ракеты. Народ, это все ебаная пыль в глаза вам, чтобы вы сидели на этой сраной платформе. Я на этой платформе что-то попробовал, поделал, посмотрел, ну, я понял, что эта платформа мертвая в плане развития. Народ, поэтому если у вас есть какая-то аудитория Натрова, просто попросите ее перейти на ваш YouTube и на ваш Twitch и развивайте нормальные каналы. В скором времени все, что сейчас происходит, оно рано или поздно, оно закончится. Уже есть где-то там новости всплывают, что где-то уже плюс-минус уже приходит все к концу. То есть все рано или поздно по-любому придет. Может быть не полноценно, как было раньше, но все плюс-минус образуется. Стримьте на YouTube, стримьте на Twitch, делайте контент на YouTube, развивайте себя. Забудьте про Трова, про Ману и про сраные ракеты. Потому что вы там так и останетесь. Даже если вы наберете какую-то популярность Натрова, в мире на вас будет похер. Захотите вы взять ключ у разработчиков, захотите взять рекламу какую-то, всем Натрова насрать. Поэтому лучше развивайтесь там, где вам будет плюс от вашей популярности, нежели на мертвой платформе. А у меня все. Не забудь на канал подписаться. Ну и до скорых встреч, народ. Не болейте. Пока.